Добрый день, уважаемые телерадиослушатели, уважаемые люди, которые сегодня решили посмотреть передачу «Якутск. Сегодня». Мы встречаемся 1 июня на очень интересную тему. Поговорим мы сегодня о том, что же такое нейробика, для чего она необходима нам, родителям и детям, в первую очередь. И очень важно, что мы встречаемся в рамках в Дня защиты детей. Гость сегодня в студии у меня Юлия Цыпандина, нейропсихолог, клинический психолог, телесный терапевт и так далее. Этот список довольно-таки большой. Я здесь выступаю сегодня в интересной роли, я и веду эфир. При этом Юлия у меня в нашем фонде ХРСХАЛ, в фонде поддержки детей инвалидов и детей с ОВЗ. Юлия у нас работает, таким внештатным. Сотрудничает. Сотрудничает с нами. И при этом я сегодня ещё, позвольте, буду в роли мамы. У меня растёт малыш, ему ещё нет трёх лет. И я вижу, что есть какие-то сложности. И, возможно, вы сегодня дали бы мне лично, даже как маме, определённые советы, как мне нужно с моим непростым сыном себя вести. Юлия, в первую очередь, День защиты детей. Что он для вас? Как вы его понимаете? И как, может быть, вы рекомендовали бы его понимать родителям? Ну, в первую очередь, поздравляю всех родителей, всех ребятишек с нашим международным праздником. И, в принципе, действительно, как-то особо-то и не задумывалась, да, вот для чего вот Международный День защиты детей. Но мне, как маме, как специалисту, защита, ну, предполагает, что само собой, в первую, как будто бы от нападения, от какого-то вот внешнего воздействия, так скажем, да. Но я бы рекомендовала, может быть, пожелала, чтобы понимать это немножко шире, да, потому что в любом случае защита детей не только от внешнего воздействия, но и внутренних факторов, но и общего, внутреннего своего состояния, и среды в семье, и собственного здоровья ребёнка, да. То есть это про то, чтобы помогать своему ребёнку расти здоровым, счастливым, благополучным, так скажем, да, вот в широком смысле понимаю. Очень интересная интерпретация, на самом деле, вот мне она очень нравится. Мы понимаем, что ребёнок в первую очередь воспитывается в семье, а уже потом службы, организации, детские сады и школы, да. Вы по образованию клинический психолог, нейропсихолог. Я, когда заметила какие-то сложности у своего ребёнка, я подумала, нам срочно нужно бежать к психологу или к клиническому, или всё-таки к нейро. Расскажите, почему, что это за специальности, чем они вообще отличаются, и почему вы решили получить вот именно такое образование? Базовое образование у меня психологическое. Сначала я психолог, но получила психологическое образование, работала в серии образования, детские сады, школа, работала с родителями. И постепенно, став сама родителем, ну вот как раз-таки сама вот нейропсихология, скорее всего, она ко мне пришла с моим сыном. И на это ещё наложился, так скажем, профессиональная картина, да. То, что я наблюдала в садах, ну вот последнее, так скажем, место работы было в детский сад. И тогда, когда я вижу, ну вот есть диагноз у ребёнка, да. Ну, скажем, такой робцинез. Резидуальное органическое поражение центральной нервной системы. Стоит чуть ли не у каждого второго ребёнка, да. И при этом по факту ты видишь разных детей. Диагноз один. И в рамках, так скажем, общей детской психологии не всегда есть возможность с ними поработать. Да, потому что, ну вот и психолог в образовании, детский психолог, он может работать с высшими психическими функциями, например, да, эмоциональной волевой сферой ребёнка. А когда причина глубже, когда есть, ну вот причиной вот этой неудачности ребёнка, так скажем, да, является какая-то вот его физиологическое здоровье, биологическое здоровье. И тогда я задаюсь вопросом. И вопрос у меня возник ещё в процессе профессиональной деятельности. А когда у меня у самой родился ребёнок с диагнозом, так же, с тем же неврологическим, да, врождённым пороком сердца с его последствиями, и чтобы ему помочь, так скажем, вот я пришла в нейропсихологию. А нейропсихология — это раздел клинической психологии. Это раздел клинической психологии, да. И он изучает именно мозговую организацию психических процессов. То бишь мы по сравнению, так скажем, с психологами детскими, мы смотрим глубже. Мы базируемся на физиологии, на биологии. И каким образом та или иная, так скажем, ну не дисфункция, а недоразвитие мозга, например, либо гиперфункция его, да, сказывается на психическом развитии ребёнка, либо, ну, вот, создаёт помехи. Проще говоря. Вот, понятно. Это был какой год, где вы учились? Это был год, ну, переобучаться, ну, так как я имею базовое психологическое образование, мы переобучались с коллегами в Санкт-Петербурге, да, Институте медицинской психологии и психотерапии имени Карвасарского. Ну и постепенно, постоянно обучаемся, квалифицируемся. Ну да, то есть... Ну это бесконечный процесс. Процесс подготовки, переподготовки специалиста, он очень-очень долг. Он очень долг и бесконечный, так можно сказать. И бесконечный. В нашей республике как много таких специалистов, как вы, вот с такой квалификацией, да, и в Якутске или, может быть, ещё в других районах эти специалисты есть? То есть вот как вы оцениваете возможности для родителей попасть к такому высококвалифицированному специалисту, как вы? Нейропсихологов мало, да. Наша студия, например, в республике, она единственная. Ну, я очень надеюсь, что постепенно специалистов будет прибавляться больше и больше. Но это десятки, это сотни, или это всё-таки десятки человек? Это десятки. Это десятки человек, это буквально... А, можно посчитать, да? Можно посчитать по пальцам. Понятно. Проговорили слово студия. Кроме того, что вы сотрудничаете с нашим фондом, с фондом Харсхал, где вы ещё работаете и где вы принимаете? Можно так вот без рекламы, но всё-таки обозначить. Ну, как бы основное место работы – это наша студия детской нейропсихологии «Светлячок». Да, и у нас как раз-таки с фондом Харсхал договор. И мы принимаем, например, отправляют детей на диагностику через Харсхал, и дети с ОВЗ и с инвалидностью получают, например, скидку на диагностику. Да, да, да. А потом мы можем дальнейшее сопровождение вести тоже. То есть мы работаем в частном порядке. Ну, причём нужно сказать, что те услуги, которые оказывает фонд Харсхал, они бесплатны для жителей, для семей, для родителей, потому что они субсидируются благодаря поддержке Министерства труда и социального развития республики. Когда вы говорили о себе, вы много-много раз произнесли слово «работа». Работа, работа, работа. То есть каждый на самом деле этот термин понимает по-разному. И сейчас, возможно, сидят наши слушатели, не очень понимают, что это за работа может быть. Что вы вкладываете в этот термин? Что за работа происходит с ребёнком? Сложный вопрос, потому что тут, к сожалению, как и в любой психологии, в любых его разделах, нельзя дать одного ответа универсального. К сожалению. И в любом случае, сначала, когда к нам приходят ребёнок, мы проводим диагностику. Обычно спрашивают, когда нейропсихологи, это как врачи, какая-то у вас аппаратная диагностика, вы что-то одеваете на ребёнка. Нет, совершенно. В процессе наблюдения есть у нас свой протокол выборенный. Выборенный, адаптированный, научно обоснованный, валидизированный, надёжный. И он также квалифицируется по возрастам. Каждому возрасту свой. И так как это всё-таки мы проверяем и диагностируем, исследуем, как детективы деятельность мозга, он у нас там сидит в темнице, мы его не знаем. Но мы видим продукты его деятельности через моторику ребёнка, через движение ребёнка, насколько ребёнок хорошо владеет своими руками, насколько у ребёнка хорошо развита речь, насколько у ребёнка хорошо зрительно-моторная координация, то есть насколько у него, так скажем, дружно работают глаза и руки. Понятно. Да, и все это через пробу мы проверяем. И основная наша работа всё равно первостепенно проходит через тело. То есть через тело, через движение воздействовать на те функциональные зоны в головном мозге, которые посредством диагностики мы выяснили, что они, возможно, недостаточно развиты, недостаточно работают. Когда речь идёт о детях, мы не говорим о нарушении. Мы всегда говорим о недоразвитии, недостаточном развитии, потому что мозг в этом возрасте, ну, в детском, он всё время в динамике, в развитии. Нарушение может быть только у взрослых. А у детей и задержки, недоразвитие, несформированность. Это то, что ещё, в принципе, есть возможность догнать, с учётом того, что у ребёнка всё это очень пластично. То есть сначала это диагностика, далее это какие-то коррекционные мероприятия. Причём вот эти коррекционные мероприятия, они проводятся с кем? Только с ребёнком или же? Только с ребёнком мероприятия, но мы же психологи. Да, мы психологи, мы не просто работаем с детьми, да. Мы знаем, так как первостепенно, имея понимание, что система очень чётко влияет на ребёнка, система семьи, да, вот даже просто взять настроение мамы. Настроение мамы, атмосфера в семье. Поэтому мы уже сейчас всегда, вот лично я, например, да, когда я вижу ребёнка и всё равно общаюсь с родителем, и бывают случаи тогда, когда я возьму ребёнка после того, когда, после того, как я поработаю с вами. С родителем? С мамой в первую очередь. В первую очередь с мамой. Чем меньше ребёнок, тем больше мамы, так скажем, да. И поэтому мы сейчас ведём у очень многих родителей параллельно. Ага. Потому что с нами ребёнок делает два шага вперёд, и попадая в привычную среду, например, той же тревожной маме, либо той же холодной маме, да, либо той же гиперпекающей маме, он может сделать шаг назад. Поэтому нам очень важно, чтобы результат деятельности ребёнка, это не только как бы наш вклад в его развитие, да, это очень важно, чтобы ещё параллельно удерживать правильную, так скажем, среду дома. А для этого нужно, возможно, в каких-то ситуациях маму научить этому, да, и папу научить в том числе. Конечно. Ну да, всё же чаще всего мы говорим про маму в первую очередь, потому что мама всегда ближе. Да. Таким образом, да, диагностика, далее коррекция, а потом как происходит вообще закрепление вот каких-то результатов? Есть вот какой-то такой механизм, да, чтобы дальше уже не требовалась помощь специалистов? То есть, вероятно, да, ну, понятно, что ребятишки с инвалидностью, это постоянная реабилитация, постоянное подключение специалистов на тех или иных уровнях развития, да. Если всё же есть нормотипичность, да, то дальше как-то закрепляется или нет? Мы сейчас уходим на рекламу. После рекламы Юля ответит на наш вопрос. Я хотела бы сказать о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 32 00 66, 32 11 66, и задавать свои вопросы. Юля, пользуйтесь возможностью, пользуйтесь моментом. Вернёмся после перерыва. Спасибо. Возвращаемся мы после перерыва на передачу «Якутск» сегодня. Напоминаю о том, что мы сегодня разговариваем с нейропсихологом, с клиническим психологом Юлией Цепандиной. И был задан такой вопрос, что ребёнка обследуют далее, корректируют его поведение, работают с родителем. И как же потом всё-таки нейропсихологи закрепляют проведённую работу? То есть через что это делается? И делается ли? Конечно. Потому что, ну как закрепляется? Есть определённый курс, так скажем, определённое количество занятий. Часто выбирается под ребёнка. И обязательно берётся каникулы-перерыв. Да, берутся обязательно каникулы-перерыв. Потому что это, ну вот чтобы вам было понятно, это как бесконечно учиться. Вы каждый день что-то учите, что-то осваиваете, повторяете, повторяете, повторяете. Но при этом каждый раз, ну бесконечно. Мозг ничему не учится. То есть родители должны быть готовы к тому, что это процесс непрерывный, и он идёт во благо. К нам поступил звонок в студию. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Это вот папа ребёнка-инвалида звонит. Мы никак не можем это, как, одолеть нашу школьную программу. И нам нужен клинический психолог. И как вот к вам можно попасть на приём? Ещё, пожалуйста, дополните, где вы проживаете? В городе Якутске? В Якутске. Вы находитесь в городе Якутске? Да, мы в прошлом году вот из района приехали. Можно, да, сейчас спросить? А вы сейчас хотите немножко поменять программу обучения или как? Для чего вы можете? Да, вот программу обучения поменять. ПМПК пройти, да? Да. Я бы сказала так, что необходимо обратиться в первую очередь в контакт-центр нашего фонда. Сейчас я озвучу номер контакт-центра фонда ХРСХАЛ 8-914-270-5887, попасть на бесплатную диагностику, да, может быть, даже со скидкой, да, с определённой. Ну и далее Юля уже, возможно, да, возьмёт вас в работу. Ещё раз повторю контактный телефон контакт-центра фонда ХРСХАЛ 8-914-270-5887. Смотрите, вот тут, возможно, был вопрос в другом, да, потому что, когда спросили именно клинического психолога для того, чтобы поменять программу обучения, ребёнок проходит ПМПК. Понятно. И для того, чтобы пройти ПМПК, он должен пройти диагностику интеллекта. Но сейчас его немножко, так скажем, ну, вполне себе справедливо дополнили нейропсихологическими пробами. И, скорее всего, вопрос стоял в этом, да, как пройти вот эту диагностику. Такая услуга у нас есть тоже, да, то есть с этой диагностикой, с этими результатами вы идёте на ПМПК, и оно имеет тоже вес в принятии решения. При принятии решения. При принятии решения, по какой программе, да, будет обучаться ребёнок. Я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Для тех родителей, которые пока ещё воспитывают совсем маленьких малышей и не знают, что такое ПМПК, поясним, что это психолога, медико-педагогическая комиссия, которая принимает решения на определённых этапах жизни ребёнка о том, какую программу способен освоить ребёнок. Для этого требуется вот экспериментальное психологическое исследование. И от этого как раз-таки ребята потом попадают или в обычные классы, или в коррекционные классы, или в коррекционные школы седьмого или восьмого вида. То есть там вот есть разные виды. Для позволения, да, чуть-чуть дополню вот этот вопрос, когда мы занятия проводим, вот первый вопрос, который вы задавали, да, и обязательно нужны перерывы, чтобы в этот момент мозг сам выстраивал, налаживал. И мы в этот период очень часто у детей как раз-таки происходят вот такие очень замечательные скачки. Скачки, они есть, результаты есть в процессе занятий, а в процессе отдыха они, наоборот, ещё больше закрепляются. А, вот в чём дело. Да, вот в чём дело, да. Но и тогда родители должны обеспечить этот процесс отдыха, чтобы это был, вот, то есть не нагружать. То есть, ага, у тебя получился скачок, сейчас я тебе там, будем готовиться к ЕГЭ 11 класса, да, например. Ну, грубо говоря. Да, да, да. Ну вот, так скажем, в лёгкой форме они его просто поддерживают, и всё. То есть, это не значит, что вот всё, мы вот занимались, остановились, всё, мы забыли мячики, никакие упражнения мы с вами не делаем, нет. Да, то есть мы не скатываемся в старые, так скажем, привычки и манеру поведения. Мы чуть-чуть закрепляем, удерживаем, а потом через какое-то время ребёнок к нам возвращается, и мы идём дальше. И идём дальше. Такой вот вопрос, про который мы раньше не обговаривали, но прям хочется спросить. Сколько ребятишек уже побывало у вас в работе? Вот примерно вы можете оценить это количество детей? Вот примерно даже не оценю. Потому что много, ну, то есть это тысячи, возможно, да? Ну, тысячи-то точно нет. Ну, через диагностику, да, скорее всего, уже больше сотни, да, и... Так как на коррекционной работе у нас есть ребятишки, которые ходят годами, да? Годами. То есть с паузами, да, с паузами ходят, и родители, ну, вот радую то, что родители заинтересованы. Ну, если они видят результат, то, конечно, есть заинтересованность. У нас снова поступил звонок в нашу студию. Пожалуйста, представьте, задайте свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Вероника. Здравствуйте. Не вопрос. Хочу слова благодарности сказать Юлии Накенте. Они студенты, дедачок. Мы занимаемся второй год, и очень жалею, что поздно мы к ним пришли. После второго занятия у нас уже пошел прям скачкообразный процесс. Речи о проблеме у ребенка. Ну, вот, и сейчас продолжаем ходить, и бесконечно благодарна фонду Харс Хау. Спасибо огромное. За помощь, за сопровождение, за то, что помогают родителям ориентироваться в этом мире, потому что, конечно же, диагноз – это всегда очень большой стресс, большая нагрузка на всю семью и, естественно, ребенка. Вот, и больших успехов вам желаю, Харс Хау и Светлячку. Спасибо. И с вами Юрия Накентеевна. Спасибо. Спасибо. На самом деле мы поясняем для наших слушателей, что мы не готовились заранее, звонок не планировался, да? Да. Вероника, спасибо большое вам за добрые слова. Как раз-таки Вероника сказала о том, что они поняли, что очень поздно обратились, да, в фонд, в том числе за помощью, сейчас очень активно муссируются везде, в соцсетях, в том числе в сфере образования, такой термин, как «ранняя помощь». Ранняя помощь, может быть, в общих словах вы сказали бы, что это такое, и куда вообще, может быть, стоит родителям обратиться, чтобы такую помощь получить? Она про что? Ранняя помощь, ну, само собой слово предполагает, да? Ранняя помощь, мы охватываем детей раннего возраста. До? Это какой? До трёх лет, так скажем, да? Это ранний возраст до трёх лет, а трёх начинается уже дошкольный возраст. И, ну, охватываем, конечно, нижние, это же дошкольного возраста тоже. И тут справедливо будет правило, что чем раньше, тем лучше, да? По сравнению с тем, ну, даже вот в временной перспективе. Для того, чтобы наверстать, так скажем, упущенное, скорректировать, да? К тому же пятилетке, шестилетке понадобится год, а трёхлетке может понадобиться полгода. Да, то есть, в принципе, там темп разный, темп развития. Ага, и помощь, вот в рамках ранней помощи, в первую очередь же идёт работа с семьёй. То есть, обучается мама для того, чтобы дома проводить какие-то коррекционные, лёгкие мероприятия. Да, обязательно, конечно, работа с мамой и диагностическая работа проводится, да? Да, в детских садах, с коллегами выезжаем, массово проводится диагностика. Выявляется вовремя, так скажем, да? Та или иная задержка. И рекомендуется, потому что очень много у родителей стереотипов. И действительно, как Вероника сказала, родительница наша, да? Что многим родителям страшно, страшно. Вероятно, к нам снова поступил звонок от одного из родителей. Пожалуйста, представьтесь. Добрый день, студия. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Юля. Здравствуйте. Добрый день, ведущий. Ага, Любовь, меня зовут. Поздравляю вас сегодня с Днём защиты детей. Передача очень кстати. Зовут меня, ну я не скажу, ну это, я хочу вот что сказать. У Юлии спросить, как у психолога. Вы тут перечислили 15-17 специальностей. Юля, вот я на собственном опыте воспитал, я очень пожилой человек. И вот я хочу сказать, я своих внуков воспитывал, так что вот только на игре играть, общение и личный пример вот три. Запомните-ка, Юля. Я хочу вас спросить, правильно я делал и неправильно делал по психологии? Восхитительный вопрос. Допустим, вот Суворов психолога вообще не знал. Кутузов тоже не знал. Наполеон не знал психологов. А вот историю сделали люди, понимаете? Я думаю, что психология это сейчас нынешнее запрос времени. И вот эти ребятички выросли и сейчас стали большими людьми. По пять языков знает. Одна в Канаде, другая в Японии. Вот, чтобы не знали, школу закончили, пять языков знает. Вот правильно я делал или нет, Юля? Только игра, играл с малых лет, общался и на своём личном примере. Делайте, как я говорю. Юля, спасибо тебе. Вот, да, благодарю вас за вопрос, замечательно, да? Вот тут пример образца, да, вот тут сам наш слушатель является вот тем эталоном, который повёл за собой детей, внуков. А мы, потому что сейчас действительно многим родителям говорим, что есть законы, законы развития психики. И игра — это один из важных моментов и все вариации игры. Есть, ну вот в том плане, что вот игра, она бывает разная, да? Если вот в раннем детстве это очень много двигательной игры, в дошкольном возрасте уже появляется сюжетная игра, в дочке матери, да? Вот в машинке, гараже привозить, увозить разговоры в процессе этого, да? Да, но многие родители, он вот, к сожалению, не играет. И мы сейчас в этом плане психологически просвещаем детей, что играть нужно. И, к сожалению, никакой прогресс, никакой прогресс, никакой гаджет не заменяет, к сожалению, личного общения и личной сказки. Никакая аудиосказка, какой бы приятным голосом, со всей интонацией, да? Вот она включенная, ребёнку она читает, не заменит настоящего голоса мамы, папы, бабушки, дедушки, когда включается вот просодика речи. Ребёнок видит мимику, да? Ребёнок видит контакт. Ребёнок всегда может задать вопрос. Да-да-да. И получается живой, да, получить живое общение. Аудиокнига так не останавливается, да? Поэтому в любом случае это как совершенно верно играть, общаться и быть примером. И быть примером. И быть примером, что, на мой взгляд, прям самое-самое важное. Это фундамент. Сейчас максимальное ускорение темпа в жизни. Родитель вынужден зарабатывать, добывать деньги и иногда просто не успевает обратить внимание на своего ребёнка. Для этого психологи нужны, чтобы вернуть родителя в реальность. Уходим на перерыв. Вспоминаю, что мы сегодня в рамках эфира передачи «Якуск сегодня» говорим в День защиты детей с нейропсихологом Юлией Цепандиной. До перерыва к нам поступил замечательный звонок с очень конкретными и понятными советами каждому молодому, не только молодому родителю. И я говорила о том, что очень сильно убыстрился темп, и поэтому иногда мы, как родители, ну просто не успеваем и не можем себе позволить заняться ребёнком в полной мере. И потом испытываем ещё и вместе с этим чувством вины страшное. Что с этим делать? Темп действительно убыстрился. Но открою вам секрет. На самом-то деле ребёнку много времени не надо. Это не значит, что надо всё забросить и заниматься только им. Заниматься им, это не значит, что надо его вводить в 150 кружков. Как поступают некоторые родители. Да, и заниматься ранним развитием когнитивных функций. То есть мышление заранее, вот цифры, буквы с пелёнок, это не то. Это неправильно. Прости от меня, наверное, да? Но тем не менее, возвращаясь к вот этому золотому времени, который вот ключевая такая рекомендация, вот обращайте деньги, вот ребёнку не хватает внимания. Это значит, что качественное время, буквально 15-30 минут в день ребёнку хватает. То есть, что значит качественное время? Это когда мы сидим глаза в глаза, тело в тело буквально, да, в одном пространстве, и мы во что-то играем, общаемся, это наше время с ним. Сходить в парк, сходить в кино, это некачественное внимание. Сидеть, смотреть... То есть когда ты его держишь за руку, он идёт где-то там, а ты где-то здесь, у тебя в голове работа. Да, либо он там в парке бегает, а ты сидишь там на лавочке, наблюдаешь, да-да-да, сына, доча, да? То есть вот это не то, это не та галочка, это отсутствие внимания. Хорошо, когда я в парке, вместе с ним там ковыряюсь в земле. Вместе с ним я трогаю, ощупаю, нюхаю, проверяю, рассказываю им, просвещаю. Да, мы вместе там строим, лепим. Когда мы вместе, вот это есть качественное время. И его на самом-то деле для психологического благополучия ребёнка много не надо. Понятно. 15-30 час. Вот я сейчас сижу, оцениваю, сколько я времени провожу с младшим сыном. Да, галочку поставила, нормально. А вспоминаю про то, что, оказывается, со старшим я провожу времени гораздо меньше. И есть о чём подумать. Сегодня в День защиты детей. Я очень надеюсь, что наши радиослушатели, телезрители тоже слегка задумались об этом. С учётом того, что сейчас я работаю в фонде ХРСХАУ, начала изучать статистику. И страшные данные ко мне пришли о том, что у нас идёт очень ранняя инвалидизация. То есть статус ребёнка-инвалидов дети получают всё раньше и раньше. Это раз. И два. У нас сейчас большой рост ребятишек, у которых выявляют расстройство аутического спектра. Аутизм, да, простыми словами. Ну, на самом деле, там много-много-много вариаций. Как вы думаете, с чем это связано? И как-то это можно изменить, поменять, что-то сделать срочно, экстренно? Палочки, к сожалению, нет, так скажем, да, волшебные. Но действительно, расстройство аутистического спектра и аутизм – это разные вещи. И аутизма, видов аутизма в классическом варианте у нас в республике не так много. А тех же синдромом Аспергера, Ретта, Каннера крайне мало. Но с атипичным аутизмом есть, например. Есть вариации, но в основном преимущественно раз. Но нельзя исключать тот момент, что, возможно, есть момент гипердиагностики, когда, так скажем, ситуация чуть-чуть преувеличивается. Преувеличивается, с учётом того, что специалистов стало больше, родители стали… Сейчас вообще, в принципе, стало гораздо больше информации об этом. Да, информации стало много, и действительно, когда к нам приходят родители, когда они наблюдают своего малыша, вот этого неконтактного, например, глазки не смотрят, машинки в рядочек складывают, а не аутист ли он у нас? Да, вот прям с таким запросами и приходят, да, потому что они как бы сложили 2 плюс 2, и получилось у них 4, да. И поставили сами диагноз своему ребёнку. Да, сами поставили ему диагноз. Но на самом-то деле и в медицине такое тоже может случиться, и в психологии тоже может такое случиться. Такая же история сейчас у нас, к сожалению, с ДВГ, да, с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Тоже очень много ставится. И на самом-то деле не всегда оно имеет место быть. Понятно. Да, потому что на самом-то деле расстройство участкового спектра серьёзный диагноз ставит его психиатр, и оно на основании достаточно длительного наблюдения за ребёнком. Потому что любая ситуация, тем более, когда есть действительно какие-то нюансы сенсорной обработки информации, сенсорной, то есть чувствительной, увидел, услышал, понюхал, да, трудность и некая коммуникация, это ещё не факт. Это не факт. Что у ребёнка диагноз. Да, и когда ребёнок приходит в ситуацию, вот чисто визуально, вдруг ему тётя не понравилась. Понятно. И он закрылся, и не хочет с ней разговаривать. Да, и специалист не понравился, да. И либо он так волнуется, что он гипервозбуждается, и он носится. Но он так выражает свой стресс. С ДВГ. Всё, ставят ярлык. Ярлык, и всё. Понятно. Что с этим делать? Перепроверять? Перепроверять. Я бы рекомендовала перепроверять. Перепроверять, и действительно, вот к двум-трём специалистам обратиться, да, и либо желательно, если вы занимаетесь логопедом, психологом, очень важно, когда оценивает ребёнка специалист, который его ведёт, ну, например, с рождения. А, то есть не просто пришли к неизвестной тётеньке, да? Да, 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 когда не даётся время адаптироваться ребёнку. Понятно. Да, и там практически невозможно увидеть ребёнка, как у него есть. То есть в друзья нужно завести детского психолога, подружиться, дружить с семьями. Невролога своего найти, да. Да, 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 найти своего специалиста. Да, да, и не менять их очень часто, например, вы нашли аноневрологи, и он, вы его посещаете, и с года в год, с года в год он вас ведёт. И в динамике видит ребёнка. И в динамике видит, и ребёнок к человеку привыкает. Понятно. Успокаивается, да, и появляются шансы проявить себя таким, какой ты есть. Понятно. Очень хороший совет. Да. Давайте будем брать его на вооружение. Хорошо. Я, например, немного тревожная мама, поэтому я тоже проходила тест на аутизм с младшим сыном и так далее. Чего только не было на самом деле. Вы также специалист по нейробике. Для меня этот термин, честно, неизвестен. Что это такое, с чем его едят? Ну, нельзя сказать специалист по нейробике. Это тоже также про мозговое развитие, так скажем. Это, проще говоря, гимнастика для мозга. На самом-то деле она зародилась в Америке. Лен Гаркатца, он нейробиолог. И вот корни идут оттуда, но она в основном разработана для взрослых. Для детей она не имеет места быть, так скажем. Не адаптирована. Не адаптирована, так скажем. И так как это ребёнок развивающийся человек, да, субъект, и как-то сюда в клинике бывает сложновато. Другое дело, когда человек уже взрослый, у него, так скажем, пути нейронные все устаканились, и мы с возрастом начинаем замечать, что как-то мы думаем медленнее, как-то память ухудшилась, мышление. Про деменция и так далее, да? Нет, 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 это для нас с вами. Это не про болезнь, да? Это ни разу не про болезни, это про преобладание автоматизма над чем-то новым. Понятно, понятно. Да, когда мы, вот я правша, я каждый день чистую зубы правой рукой. А давайте вы сегодня помоете почистить их левой рукой. А давайте вы помоете посуду сегодня левой рукой, да? Ну, есть не обязательно. То есть тогда, когда гимнастика, она предполагает давать новую нагрузку, непривычную нагрузку для мозга через движение. А тогда, когда мы это пытаемся адаптировать для детей, неробика у нас с фондом, мы реализуем его в детских садах в целях профилактики, да? И мы под каждый возраст, возрастную группу, да, возрастную группу разрабатываем, ну, не разрабатываем, подбираем упражнения, адаптируем их, да, и составляем комплекс упражнений, которым обучаем педагогов. Педагоги вводят его в обычный ритм детского сада, групповых занятий и ведут, конечно, наблюдение, да? Таким образом, чтобы помочь, так скажем, на передовой, чтобы те зачатки, например, скажем, задержки развития можно было бы ликвидировать на местах. А где сейчас реализуются программы по нейробике? То есть какие детские сады уже включились? Очень хорошо у нас на передовой идёт золотинка, золотинка, прометей, прометейчик, да, и у нас в мархе солнышко подключается. То есть это зависит от инициативы педагогов. Они узнают об этой программе, выходят с инициативы. Если, например, нас сейчас слушают родители, услышали, подумали, что да, мы хотели бы, чтобы с нашими ребятишками так занимались, они могут выйти с инициативой, переговорить, например, с педагогом и предложить вот эту историю внедрить. Конечно. И внедрить можно, но ещё круче в этом плане, в рамках раннего развития, так скажем, как рекомендация. Вот тут мы сейчас имеем обратную сторону медали прогресса. Что мы видим, каким образом прогресс влияет, искажает развитие, так скажем, детей. Вы имеете в виду гаджеты? Не обязательно. Не обязательно. И в том числе? В том числе, да. То есть вот если сейчас нас слушают родители, у которых есть малыши до года, пожалуйста, никаких нововведений в виде прыгунков, ходунков. У нас в биологии всё задано. Всё понятно. Просто нужно не мешать ребёнку. Пусть он ползает по полу. Пускай он ползает. Посмотрите, как он ползает. Грызёт ботинки. Да. Да. И вот меня бы как специалиста больше смущал спокойный ребёнок, вот где посадили, он и сидит, чем ребёнок, который куда-то стремится. Замечательный совет. Отпустите своего ребёнка. Наблюдайте за ним. Да. Но будьте рядом. Да. Но будьте рядом, будьте примеры. Юлия, спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что он был полезен для всех, кто его сегодня смотрел. Я, например, для себя вынесла очень полезные вещи. Благодарим вас. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.